В этот день, 23 марта, родились. Фёдор Ростопчин, русский государственный деятель и градоначальник Москвы времён войны 1812 года. Пётр Толстой, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, военный деятель эпохи наполеоновских войн. Алексей Писемский, русский писатель. «Главное и отличительное направление нашего века – практическое. Составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее, обеспечить будущность свою и потомство своего – вот башки, которым поклоняются герои нашего времени». Так писал Писемский об одном из своих самых известных произведений – деловом романе «Тысяча душ». Название книги неслучайно перекликалось с романом Гоголя «Мёртвые души». Главного героя, приспособленца, Писемский подверг духовному перерождению, что в конечном итоге получилось не совсем убедительно. Но нисколько не уменьшило популярность рукописи и дарования автора, которого критик Писарев сравнивал с Гончаровым и Тургеневым. О таком романе нельзя говорить вскользь, между прочим. По обилию и разнообразию явлений он стоит положительно выше всех произведений нашей новейшей литературы. Более того, Писарев ставил Писемского даже выше Тургенева. Его фантазии хватило на восьмитомное собрание сочинений. Коллеги отмечали, что в описании крестьянского нутра и быта Алексею Феофилактовичу не было равных. Пьеса «Горькая судьбина» до сих пор считается одним из лучших драматургических произведений театральной сцены. Как заявил лингвист Айхенвальд, Писемский так самобытен, так народен и кряжест, что своими писаниями он родной стихии точно оброк платит. Также в этот день, 23 марта, родились Анатолий Лепедевский, летчик. Он первым в истории получил золотую звезду Героя Советского Союза. Архип Люлька – инженер авиационных двигателей. Технические проекты, разработанные героем соцтруда Люлькой, были не только передовыми для своего времени, но и перспективными для последующих модернизаций. Первый турбореактивный двигатель, созданный по проекту Люльки, был представлен для утверждения руководству зимой 1947 года. Уже весной двигатель ТР-1 был испытан в действии, когда вне Батушинского аэродрома поделились самолеты Су-11 и Ил-22. ТР-ы сменили двигатели АЛ-7 с полной автоматикой, ставшие лучшими двигателями в мире. А двигатель АЛ-31Ф стал передовым мотором для фронтовых самолетов и покоренной высотой для главного конструктора. Один из современных руководителей ОКБ имени Архипа Люльки отмечал в интервью, что конструкторское бюро стало единственным предприятием, где изготавливалось пять поколений военных двигателей для истребителей. «Я и сейчас не вижу предела их возможностей», – предрекал Люлька. И в расчетах не ошибся. В этот день, 23 марта 1876 года, Павел Яблочков, военный инженер-изобретатель, запатентовал электрическую лампу. В отличие от аналогов того времени, конструкция лампочки русского мастера была простой, как все гениальное. В XIX веке во всем мире изобретали сложные регуляторы для электродов дуговых ламп, чтобы они всегда были на одном расстоянии друг от друга. Яблочкова же однажды осенило. Яблочков положил на стол два карандаша параллельно друг к другу, и у него вдруг блеснула мысль, если заменить эти карандаши углями и произвести между ними вольтову дугу, то длина ее останется постоянной, без посредства какого бы то ни было механизма. Все элементарно. Увы, Яблочков не смог презентовать свое изобретение на всемирной выставке в Америке, зато во Франции лампочка произвела фурор, и возле Лура газовые фонари заменили на русские световые яблочки. Так изобретатель проснулся мировой знаменитостью. Вернувшись в Санкт-Петербург, он основал компанию и электротехнический завод на обводном канале. Ежедневно в продаже выпускали по 10 тысяч лампочек, которые были отнюдь недешевыми 20 копеек за штуку. Таким образом, на Кронштадтском пароходном заводе было установлено 112 штук, на императорской яхте Ливаде 48 штук. Иностранная пресса сообщала, что победы русского флота по большей части произошли благодаря электрическому освещению. Постепенно лампочки яблочково зажлись в крупных городах России. Электрический свет перестал быть чудом, постепенно превращаясь в обыденный факт технической революции. 23 марта 1906 года в России была разрешена свобода переселения крестьян. 23 марта 1986 года был запущен космический ультрафиолетовый телескоп «Астрон». Результатом его запуска стало получение спектра сотен звезд, десятков галактик, комет, а также изучен процесс образования газопылевых туманностей. Таким был этот день, 23 марта.